Дети, они так же волнуются перед выступлением, как вы? Или у них вот это чувство ответственности еще не... Я думаю, что я больше волнуюсь. Чем дети, да? А будучи ребенком вы волновались или все-таки... Меньше волновался. То есть это приходит... Я вот когда ехал на встречу с вами, расставался с своим собеседником, такой Сергей Рыженко, есть музыкант, который, кстати, пропагандировал скрипку 80-х в рок-музыке. Я сказал, у меня встреча с явлением. Он говорит, как? Я говорю, вот Мацуев называется с пиваковым явлением, поэтому у меня будет интервью с явлением. Вы себя ощущаете явлением? Да нет, конечно. Это то, что называется социально одобряемый ответ. Надо сказать, конечно, я не ощущаю себя явлением. Вы же понимаете, что вы не такой, ну, как все, скажем. Да нет, я ощущаю себя служителем и в какой-то степени миссионером. Просто каждый человек должен выполнить по жизни свою миссию, которая ему предназначена. И он должен идти по пути к своему предназначению. Но все-таки без ложной скромности вы можете вспомнить? Самое лестное в ваш адрес определение коллег или людей, чье мнение для вас имеет значение? Вспомнить могу. Озвучить не готово. Давайте уже, раз вы вспомнили, то вы расскажете, кто это и что это было. Это был Ягуди Минухин, великий музыкант, скрипач, гуманист, с которым я играл. И, конечно, я очень волновался, потому что, когда за дирижерским пультом стоит такой человек, то не волноваться просто невозможно. Ну, и он увидел как-то мое волнение и сказал, Владимир, успокойся, ты играешь как ангел. Все хорошо. Шикарно. А вы щедры на такого рода комплименты в отношении ваших? Детей я... Только-только детей. Детей я обожаю хвалить. Им это очень важно. Так же, как девочек нужно красиво одевать.